Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение с замечательным человеком, великолепным художником Михаилом Полетаевым. И я бы хотел, ну, такими уже какими-то крупными вехами обозначить твою деятельность, творчество. Очень сложно, я согласен, все сжать, обо многом хочется поговорить, потому что мысли, они иногда переезжают сознание. И одним из таких крупных объектов, которые и ответственны в то же время, и значимы для тебя лично, это был Храм Христа Спасителя. Много было различных творческих бригад. Может, даже, ну, так бывало, так и раньше, изначально, наверное, было при его строительстве и росписях, что разные были артели. И сейчас тоже где-то росписи стилистически не, может быть, не едины, но у тебя значительная была работа, это евангелисты. Что еще? Вознесение, да? Евангелисты и Саша Святого Духа. Саша Святого Духа, да. Вот, расскажи, это, то есть, ваше артелье, это, как раз, Сержа Пресекина? Да, бригадир у нас был Сергей Пресекин. И в бригаде, вот, у нас было четыре человека. Александр Сытов, Сергей, господи, Остовский и ваш покорный слуга. Мне повезло, конечно, оказаться с такими художниками вместе. И времени было мало, и, скажем, все это форсировалось. Это было воссоздание храма Христа Спасителя. Подчас материал, с которым мы работали, был очень плохой. То есть, те фотографии, которые нам дали по заданию, то есть, пришлось очень много что-то и с натуры восстанавливать. Вот, работа с натурой, она, как бы, всегда такая спасающая в таких вот больших работах. Но сделали мы работу очень быстро, получили удовольствие. Что еще мне можно сказать? Саша Святого Духа, ну, тоже приходилось на то, что, да, ставишь? Руки, да, у нас было много и эскизов, драпировки, руки. Это все, как бы, по натуре мы все восстанавливали. Вот, ну, цветовое решение тоже, скажем так, восстанавливалось. У нас, скажем, наверное, чуть-чуть своя версия. И в каждом храме, где я вижу этот же сюжет, потому что росписи храма Христа Спасителя, они практически повторяются, то есть копии. Потом делались и в иконах, и вот, кстати, тоже реалистическое искусство. Вот, как ни крути, конечно, это более официальный храм был, храм Христа Спасителя, такой государственного, что ли, значения. Вот, но роспись там была в стиле того времени. То есть все-таки... Академическая живопись. Все-таки и Семирадский, и Кошелев, это все-таки были мастера-академики. Вот, поэтому, ну, соответствовали им. Ну, и, конечно, это... То есть у тебя так получалось, набирался опыт. И что-то свое, что-то товарищи, тоже в осиленности. Да, рядом очень много сил работал. Вот, и друг у друга люди смотрят, учатся где-то приемы, где-то технику, где-то особенности вообще церковные. Просто борьба с масштабами, с массами. Да, да, все были в таких условиях. А умение работать на лесах, умение технически это все воплощать. Есть своя специфика, конечно, в этой работе. Я с этим тоже сталкивался. Я понимаю, как это вот сблизи одно, на расстоянии... Нужно учитывать, как бы на расстоянии... Василий ведь разбирал леса для того, чтобы посмотреть с другой стороны в целом. И потом опять собирал за свои деньги. Да. Чтобы видеть, потому что вот все работали вслепую. Ну, скажи, этот храм... Это храм... Это храм... Это храм находится в городе Воскресенска, федеральный собор. Храм в честь иконы Иерусалимской Божьей Матери. Очень повезло мне со своими коллегами, своим другом, вот Виктором Гончаровым, с которым мы этот храм расписывали вдвоем, живопись. Храм очень большой. Высокий, светлый. Поэтому, скажем, вот там как раз пробивать стены, в кавычках, и как бы это пространство еще больше усиливать не нужно было. Здесь как раз нужно было чуть-чуть его вот со всех сторон так вот поджать, чтобы не разлетелось. Потому что и свет, и высота, и еще пределы отделены такими столбами, что они как будто вообще сами по себе. Поэтому выбран был такой вот в эскизах путь, скажем, греческого опять направления, потому что греки очень любят темные фоны, то есть там практически черные со временем становятся. На самом деле, такого темно-синего, такого приглушенного цвета, который создает как бы вот небесное какое-то вот ощущение ночного неба. Просто фигура смотрится более локально, слепо. И фигура, они как бы вырезаны становятся, вот о чем мы как бы говорили, что можно, что нельзя, вот как раз на темно. То есть небо, скорее всего, это некая условность. Условность абсолютно, и вообще в искусстве. Условность и безобразности, и безусловность, никуда не денешься. Необходимость, как на тетерках подсвечивать небо. Да, 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 там чистая иллюзия. Там как раз иллюзия создается. А здесь нужно, наоборот, скажем, сделать на такой высоте, чтобы фигура очень хорошо читалась. То есть это близко, когда вот находится изображение, ты можешь любую деталь рассмотреть. А здесь нужна очень большая ясность в силуэте. Ясность такая вот архитектурная, чтобы фигура воспринималась как некой архитектурной формой. Поэтому такие круги, поэтому все починено больше геометрическим. Вот как в архитектуре существует, это геометрия. Своды, прямые линии, вот когда в живописи... Да, да, заданность. Да, заданность архитектурная, она в этом храме очень, ну, скажем так, и должна была быть. Это вот именно Иерусалимская Божьематерия, да? Да, но там мы тоже отошли несколько от традиционного письма. То есть мы лики, руки, скажем, и одежды, находясь вот в этом силуэте традиционном, мы все-таки шли ближе к академической живописи. Хотя эта роспись сделана темперой, но в темпере мы тоже знаем, как мастера того же Возрождения работали, что это, в общем, это все можно потрогать, это все ощутимо. Но все-таки, оставаясь вот в этой условности, рисунок старались все-таки приблизить к такой реалистическому рисованию. Вообще, по откровениям некоторых святых, кому являлась Божья Матерь, как раз есть свидетельство о том, что Богородицы как раз похожи изводом на как раз Иерусалимскую Божью Матерь. И, соответственно, очень близкий и Владимирский извод, и Федоровский. Вот некие черты заостренности, вот эти, лика. А меня поразила икона, вот с живьем, когда я увидел значит, икону, написанную Лукой. Вот у меня было ощущение, что это, ну да, это видно, что это с натуры написано. Это написано, вот такое ощущение, что там никакой условности. И вот живые глаза. Ты пишешь, апостол Лука. Да, апостол Лука. То есть, ну, и он с натуры писал. Ну да. Скажи, ты ведь с натуры тоже видишь, сколько много пишешь, кроме подготовительных материалов, вот картонов, соответственно, да, крест-танковая живопись. Вот мы ее хотим тоже не забыть. Спасибо. Ну, а крест-танковая живопись – это отдушина. Отдушина – это вот что на этюды выйти, что портрет написать, что вот серию по Афону картин, связанных с монахами, здесь как бы две… Ну, здесь вот тоже есть приставка. Два холста, да. Ну, вообще, я это мыслил, как некую серию по Афону, вот связанную с монашеством. Потому что, прожив там год и проработав год, конечно, там появлялись темы, но там некогда было делать. А все-таки, ну, и на этюды, на Афоне, вот, нам некогда было сходить. Мы потом отдельно с Василием съездили, вот, в неделю. Василий Нестеренко. Василий Нестеренко. Ну, если уж ты этого коснулся, мы тогда далеко отходить не будем. Мы тогда коснемся этой последней работы. На Афоне как раз старая русика расписывали храм, да? Да. Это было все приурочено к тысячелетию русского монашества на Афоне. И 2016 год, в принципе, это год такой вот оказался афонским. 16-й год. 16-й. Я очень благодарен, конечно, Василию Игоревичу Нестеренко, потому что вот он меня позвал. Это была интересная работа и творчески интересная, потому что вот мы с Василием, может быть, вот и разные художники, то есть и по масштабу разные, и, ну, как-то и по задачам. Но сделали мы, конечно, там опять с Божьей помощью. Немыслимый объем. Храм 3000 квадратных метров. Сто лет простоял, не расписан. К нашему приезду в мае месяце был сделан ремонт, но стены, они под масляную живопись. Собственно говоря, так и не подготовили. То есть хотя брали анализы какие-то, проводили, если вот что, какой левкас, или что там за штукатурка была на стенах, но тем не менее, мы вот когда приехали, они говорят, мы все сделали, как было. Ну, по ходу, вот, по ходу, все это как-то исправлялось. Еще условия, в которых мы работали, это кажется, что Греции, там всегда тепло. А зимой, вот, в Горном Русике, там плюс два в храме, практически месяца два вот такая температура стояла. Снег выпадал, это же ущелье там, то есть там ветер, туманы, сырость. Конечно, вот, претерпевать приходилось чисто физически, чисто физически. У кого-то суставы начинали болеть, кто-то ночами ноги сводил, суставы там, руки болели, все там, краска там, лилась сверху, опрокинутой товарищем, на кого-то. Поэтому, ну, вот, я думаю, что эту работу, если бы Василий не возглавил и не взял свои такие дисциплинированные руки, я думаю, что за год вряд ли что-то можно было там сделать. Ну, тем не менее, с Божьей помощью, с молитвой молились каждый день. Вот, как-то эту работу осилили. Спустя время, все время кажется, что можно было бы лучше сделать, и, наверное, можно было бы лучше сделать, но вот то, что опять, то, что есть, то уже есть. Нет, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, все-таки любая работа, она ответственная, а уж в таком месте она вдвойне ответственная. Хотя, ну, не знаю, Пантелеймонов монастырь, там довольно сомнительные росписи, вот если ты помнишь. Тем не менее, они дорожат, они дорожат, то, что есть, и ни в коем случае не хотят, чтобы что-то, что-то было лучше даже. Я столкнулся с этим, отец Макарий, значит, дал реставрировать монахам одну картину «Тайный вечер». Картина из себя ничего не представляет. На холсте, то есть, и написано, причем по этому холсту были сделаны многочисленные какие-то переписи заезжих туристов, наших паломников, которые, говорят, да я тоже художник, ну, вот давай там. Каждый отмечался. Да, и каждый там отмечался, отмечался, то есть, и когда, значит, мне монах говорит, слушай, надо это все как-то исправить, я говорю, как это, это надо или счищать, или что-то. Он говорит, да там то же самое было. Просто, ну, сделали, может, где-то хуже еще. И я, говорю, давай так, давай я один лик напишу, ну, мы хотя бы попробуем, вот как я себе представляю, как должно быть. Вот, а там видно будет. И когда, значит, отец Макарий это все увидел, он говорит, ни в коем случае, вот лучше пусть останется так, но лучше, то есть не надо, потому, это странно немножко, но там, вот почему-то монахи тоже так говорят, что они нужны, чтобы особенно женские образы, вот, ну, я о честности уже говорил, как о страстности, да? Да, 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 вот наоборот, чем страшнее, да? Понятно. Вот, ну, так... Там даже и животные, только мужские особи, и в этом все обравданно. Вот, чтобы только у нас, говорят, были такие случаи, когда монах и один уехал отсюда, потому что у него мысли совершенно, как бы не о молитве начинают идти, и поэтому вот для нас лучше, чем страшнее. Да, хотел бы я коснуться также еще твоей педагогической деятельности, тебе много времени, этому тоже уделить пришлось. Это тоже и ответственно, и важно, и нужно, как мы все понимаем. Не срослось у меня с педагогической деятельностью. Я вначале преподавал, был помощником у Олега Павловича Филачева в Строгановке, и даже замещал его, когда он выезжал расписывать в Америке, значит, посольство, значит, группу оставлял, и полгода я, в общем, трудился за двоих. И потом в Калининском училище, я долгое время преподавал живопись, рисунок, и потом преподавал в Суриковском институте рисунок. Вот хочется, а потом какое-то время проходит, ну, вернее, Суриковск, институт, у меня было проще, потому что я просто уехал на Афон, то есть не мог совмещать, то есть одно и другое. Но все время где-то вот в институте, особенно в Суриковском, я начал где-то понимать, что я сам только чему-то учусь. Вот у меня ощущение всегда, что я ничего не понимаю, ничего не знаю, я только-только вот что-то, до чего-то, ну, вот, наверное, что-то только начинаю понимать. Да нет, ну, это... Прямо другая планка, пусть. И как бы учить других, скажем, навязывать другим свое мнение, или, ну, не свое мнение, ну, по крайней мере, делиться там, кто я такой. Нет, не скромничаю. Ну, не скромничаю, но... Это лучше, чем люди оставить беспризорными. То есть в какой-то момент все равно человеку нужно что-то показать, подсказать, окрылить. Там много хороших художников в Сорьковском институте, вполне состоявшихся и... Художник и педагог разные вещи. Вот иногда это так получается, что не всякий художник может быть педагогом. А иногда, наоборот, может быть средний художник, но вот такой вот педагог от Бога. Таких случаев очень много. И я думаю, что, конечно, мне кажется, мотив-то больше в том, что нет времени. Иногда хочется реализовать свои замыслы. У тебя их много. Я думаю, и сейчас тоже какие-то работы. Да, реализуешь свои. Я думаю, что вот на этот вопрос у меня, наверное, во все свои, как бы, ступени возрастные, творческие, наверное, вот всегда один план. Себя, что ли, больше узнать, и кто я вообще в искусстве, если я вообще в искусстве, что-то сделать еще для этого, что я, вот дело в том, что какую бы работу я не делал, вот по объему, по времени, по площади, а время проходит, и это уже не твое. это я не забываю, то есть это вот, тогда так дышал, ты так как дышал, вот ты так и сделал. Период жизни. И все, а наступает другое, и у тебя такое ощущение, что это у тебя за спиной, ведь ничего не маячит, и не держит уже. И такое ощущение, что ты опять голый весь, и тебе надо, только впереди, что-то ты можешь сделать. Это все-таки, наверное, можно сравнить с рождением ребенка, то есть когда женщина не празднула, она ждет, когда она рождает, она мучается, это муки творчества, допустим, да, у художника. А когда родила, все, как бы забывается о муки, и все испытания, и остается только радость. А вот, так и в искусстве, наверное, все очень крепко замешано между собой, но желание работать остается все-таки. Я думаю, что все вокруг нас, вот все станковые работы, портреты, пейзажи, вот если художник вокруг себя это все не перестанет видеть, красоту природы, пластику человека, какие-то мысли, которые потом могут родиться в какую-то картину, если это в художнике остается, значит, ну, как бы нормально все. Если ты перестаешь это все видеть, тогда, ну, ничего, тогда уже ничего не сделаешь и не скажешь, и на YouTube ты не сходишь, потому что, ну, как это все не видишь? Ну, если все это обобщить, то получается борьба добра и зла, как говорит Достоевский, в поле битвы сердца человека. Это да. То есть, в любом случае, мы не говорим о искусстве, а ради искусства. Ну, как бы был период такой, мир искуснический, да, модерн. То есть, некая идеализация, рафинирование, ну, всей жизни. Ну, или при Рафалии, все-таки русское искусство, оно более сосредоточное, более духовное, оно тяготеет, вот, как вот ты прям, к самоедству прям такому, даже уничижению может быть. Возраст такой. Не нам, не нам, но имени твоему. Это очень хорошо, и очень по-русски, очень показательно. Подытоживать, подытоживать уже хочется своих грехов. Подытоживание подытоживать, потому что в последних времен и личных, и мира сего, мы не знаем, это какровенно. Это да. Поэтому не отдалять, не приближать, мы не имеем права. Мы можем только исполнять волю Божию, надо весь смысл ее почувствовать. Вот какая воля Божия, то есть, это как притча о талантах. Вот данный талант, вот реализуем. Закопал, значит, все, я не пропал, и ты пропал. Это страшно. То есть, вот, то, что у тебя уже... Бог дал, Болузел. Сразу вспоминается наш друг, вот, извините, но, что я еще по-русски, сколько бы он мог еще картины писать, да? То есть, он был отъят от мира, вот, может быть, даже на взлете. Я о чем говорю? О том, что нужно, не то, чтобы спешить что-то делать, реализовать, но вот такая ненасытность в хорошем смысле, вот такое побуждение себя к новым темам, мироощущениям, вот этому совершенствованию и себя, и докричаться миру, потому что в мире смещены какие-то ценности-то. Мы ждем либо Царство Божие, либо чемпионат мира по футболу. Такое ощущение, что какие-то вообще странные ценности прививаются, их называют скрепами почему-то. Я поэтому и говорю, что художники иногда, ведь среди художников многие люди уходят и в церковь, и в монашество, и вот на этой грани понимания духовного и материального. Тебя, наверное, тоже такие вот мысли посещают. Потому что посещают, конечно. Ну, очень светским, да, все равно в погруженности в этот мир, которым ты не можешь вот так вот, как вот человек на завод. Пришел, отработал смену, ушел, забыл. Станок никуда не денешься. Здесь живешь этим, проживаешь это все. Конечно, это все... Читаешь, тяжело. Ты же воспринимаешься. Раздеваешься. Я почему-то думаю, что может быть с годами по молодости все как вот легко и просто. А с годами, конечно, начинаешь обращать внимание, чем нас пичкают. То есть чем заполняют наши каналы по телевизору. Ну, суррогатом заполняют. Теперь мы и скажем. Ну, это ладно. Мы это все можем отсечь и понять, где хорошо, где плохо. А это же на подсознательном уровне все. Это называется «делять зерна от плевел». Да. То есть, собственно, это было всегда. То есть это не только вот эпоха сегодняшнего, телекоммуникационного сознания, но зерна и плевелы были всегда, и Христос об этом тоже говорил. Да. Поэтому, ну, что о нас говорить, художник, насколько мы вообще в этом обществе, у меня тоже вот такая мысль, насколько мы нужны в обществе, в котором мы находимся? Ну, я думаю, что об этом не нужно задумываться, потому что другая ценность есть. Ты можешь жить без этого или не можешь? Вот, Михаил. Поэтому я желаю тебе вот неугасимой такой энергии. Спасибо большое. Радости в душе, потому что в нашем понимании радость – это и смирение радости, и посылаемые болезни тоже должны как радость, некое другого бытия. Да? Даже и смерть – это не трагедия. Это парадокс русского сознания, что зла нет. Дорогие друзья, мне было сегодня вот искренне и тепло с замечательным художником, человеком таким тонким, Михаилом Полетаевым. Я надеюсь, что те мысли, которые мы сегодня прикровенные открывали, может, будут вам тоже близки, и надеюсь, что вы будете интересоваться творчеством Михаила, и что-то будет единодушно, потому что все мы в нашем сознании едины, тем более вера нас объединяет. Дай Бог всем здоровья, Михаил Теременович. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok